Привет! Вы на канале с обзорами книг платформы Литмаркет. И сегодня я поделюсь с вами личным мнением о прочитанном. Ну что, поехали? Книга опубликована на сайте Литмаркет в декабре 2020 года. Мы знакомимся с Витой, ее способностями, ее симпатиями, целями, желаниями и, можно сказать, что семейными тайнами. По ходу того, как Вита открывает себя все с новых сторон и открывает в себе неожиданные способности, мы ввязываемся вместе с ней в несколько приключений. И все это на фоне того, что за девушкой ведется охота. Зачем она нужна? Кому она нужна? Как вообще ее можно использовать? И возможно ли ее как-то использовать? Ну и понятное дело, что да, есть также и вопрос, чем же она все-таки таким особен. Но на все это шаг за шагом даются свои ответы. Вторая книга опубликована на сайте Литмаркет в сентябре 2020 года. И можно сказать, что это история попаданки Саши, которая в итоге оказывается не совсем тем, кем может показаться с самого начала. Ведь с самого начала она кажется обыкновенной простой попаданкой неожиданный мир. Ну и понятное дело, что в этом мире ей придется жить. Его ей нужно будет понять и найти свое место в нем. Что в некотором плане она делает с успехом. Правда, не обходится без некоторых неприятностей. Если вообще это можно назвать неприятностями. Но в целом-то по ходу истории она не единственная, кто раскрывает свои тайны. Главную интригу произведения я бы выразила одним вопросом. Ты знаешь, кто ты? Ведь именно на прошлом, на особенностях, скажем так, ее семейного древа, на ее способностях, которые исходят из этого семейного древа. И завязана вся история. Вита постепенно раскрывается. Она узнает свои новые способности. Она пытается понять себя. Она пытается решить порой достаточно сложные ситуации, сложные конфликты. Она старается сделать так, чтобы в целом-то все были счастливы. Получается это у нее или не получается, это понятное дело. Совершенно другой вопрос. Но свою толику счастья Вита тоже находит. За что нельзя не порадоваться. Здесь главная интрига, на мой взгляд, тоже не сильно далеко уходит от предыдущего произведения. Но я бы сформулировала вопрос немножечко по-другому. Что скрывает твое прошлое? Ведь когда мы видим Сашу, нам сразу дается понять, что с ней не все так просто. А потом, когда раскрывается вся ситуация и нам дается понять, что она по самом деле попаданка, стоит держать в уме, что девушка не так проста. И причем она сама это не до конца понимает. Точнее, она этого даже не понимает, потому что она просто не помнит. Она не помнит, что с ней было до того, как она появилась в этом мире. А следовательно, она не может знать о том, есть у нее какие-то способности или нет. И вообще, как эти способности могут развиться и повлиять на тот самый мир, в который она попала. И вообще, если быть честной, то лично мне Саша очень напомнила, сейчас будет очень неожиданная отсылка, Люси из Fairy Tail. Сама в шоке. Понятное дело, что не все знакомы с этим аниме, не все знакомы с этой мангой, но, по-моему, они все-таки немножечко похожи. Обе честные, обе открытые и обе ценят своих друзей. Я уже молчу про то, какое влияние гильдия производят на обеих девушек. Вот так вот можно найти неожиданные сходства в неожиданных местах. Кто б знал. Но если отходить от каких-либо схожестей, то в целом мне понравился финал. Мне понравилось, как раскрылись способности Саши. Мне понравилось, как раскрылось ее прошлое. И стало понятно, откуда же все-таки она прибыла. Ну и не стоит сбрасывать со счетов не только то, как на нее повлияла гильдия, но и то, как она повлияла на одного очень интересного персонажа. На мой взгляд, Витта достаточно динамичное произведение. Да, там есть моменты спокойствия, есть ситуации, где просто сложно оторваться от того, что происходит. И интересно узнать, а что же произойдет дальше? Удастся ли героям убежать? Удастся ли им спастись? Ну и понятное дело, что герои тоже живые. В них несложно поверить. Многие из них оставляют свой отпечаток в жизни Витты. Ну и лично мне было также интересно наблюдать за тем, как развивались ее романтические отношения. Кто проявлял к ней симпатию? Кому она проявляла симпатию? Как зарождались чувства? Во что это в итоге вылилось? Вылилось ли вообще во что-нибудь? Или все так и закончилось на романтической составляющей? Ну и да, в итоге девушка находит своего мужчину, который готов чуть ли не весь мир к ее ногам положить. Ну и на мой взгляд это не так уж и плохо. Ну, во-первых, самым главным плюсом является, на мой взгляд, тайна. У каждого героя есть свое прошлое. И взглянуть в это прошлое, хотя бы моментами небольшими, на мой взгляд, было очень интересно. Некоторые герои прям открылись с неожиданной стороны. Ну а то, на что оказался способен глава гильдии, ну прямо... Макаров нервно курит в сторонке. Что-то меня опять перенесло на фейритейл, но как бы... Ну да, признаюсь, я смотрю иногда аниме. Хотя это, по-моему, я уже досмотрела давным-давно, но это не мешает мне делать отсылки. Ну и понятное дело, что неотъемлемая часть книги также своеобразные приключения. Сложно, конечно, с одной стороны, назвать это приключениями, но в некотором плане это приключения. Нет, по миру они там не бегают, но отправиться за другом и попытаться его спасти, ну, все-таки, по-моему, попадает под ранку приключения. Сражаться с монстрами в городе и защищать жителей, ну, как бы, тоже в некотором роде попадает под приключения. Но в основном все такое достаточно эпичное, массивное. И оставляет свой определенный след на жизни самой гильдии и города. Плюс то, что цепляет, это, скажем так, семья по выбору. Гильдия как семья. Вот прям тоже, по-моему, очень хороший момент и очень интересный, когда люди, где-то люди, где-то не люди, ну, в зависимости от ситуации, собираются под одной крышей и, ведомые одной целью, наслаждаются компанией друг друга. Ну, понятное дело, что там могут быть какие-то конфликты между сагильдийцами, может быть, там, любовь, романтика и прочее-прочее. Но это не отменяет вот этой атмосферы сплоченности, которая, на мой взгляд, прям достойна уважения. Ну, пожалуй, главная схожесть у обоих произведений – это главная пара героев-влюбленных или влюбленных героев. В общем, мне суть важна. Каждая из главных героинь находит своего неповторимого мужчину, который способен действительно к ее ногам положить чуть ли не все, что он перед собой видит. Вышло как-то очень туманно. Скажу проще, он готов сделать для нее все, что угодно. Даже если для этого потребуется разорвать время и пространство, он это сделает. Просто потому, что она в опасности, и он обязан ее спасти. Понятное дело, что в таком случае возникают лично у меня вопросы по поводу чувства собственничества. Но если это действительно сильный и властный по-своему герой, то от этого никуда не деться. Также не стоит отметать в сторону поиск героинями себя. Каждая из них, что Вита, что Саша, пытается понять, кто она, на что она способна. Ну и какое будущее у нее впереди. А по ходу всего вот этого обе героини открывают в себе порой просто невероятные способности. Единственное, что, пожалуй, было для меня немножечко неожиданным, учитывая, что я не читала до этого предыдущую книгу, которая, по-моему, называется «Видящая ангелов». Я была не в курсе того, действительно, какие способности имеются у Саши. И когда они открылись, я была прямо очень удивлена. Но по-хорошему удивлена, потому что это интересно, это что-то необычное. И за этим хочется наблюдать дальше. Понятное дело, что за развитием того, как будут в дальнейшем проходить ее приключения. А я подозреваю, что приключения там еще будут. Так что приключения Виты и Саши с гильдией я буду продолжать. У каждой из этих историй есть вторая часть. Я так понимаю, что у Саши этих приключений намного больше. Если судить по тому, что эта книга одна из нескольких, приключений не только у Саши будет много. Ну что ж, будем смотреть, читать, погружаться. Выбор, как всегда, в любом случае будет за вами. Но да, я бы посоветовала прочитать оба произведения. Если бы я не советовала читать произведения, я бы, пожалуй, не делала бы видеоотзыва. Ну или вообще бы не писала отзыва. На мой взгляд, каждое из произведений достойно внимания. Они по-своему легкие, по-своему увлекательные, по-своему романтичные. И да, есть в обеих книгах очень важные вопросы, которые поднимаются в тех или иных ситуациях. Так что, если вам понравился данный обзор и стало интересно познакомиться с этими книгами, переходите по ссылкам в описании. Если вдруг вас еще нет на Литмаркете, регистрируйтесь и читайте интересные истории Вита Надежды Черпинской и Неангелы Ольги Вилар. Главное, не забудьте поблагодарить авторов за их труд. Если вы напишите хотя бы простое «Спасибо», плюсик в карму, вам гарантирован. Ставьте видео, палец вверх. И не забудьте подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, которые выходят каждую неделю. Точнее, выходить они будут каждую неделю до середины декабря. Потом середины декабря до середины января 2022 года у меня будет такой своеобразный отпуск. Ну и праздники там, все такое. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «Сам издат», это еще не значит, что она плохо написана.